На днях руководство Российской Федерации произвело кадровую замену в командовании миротворческого контингента, временно развернутого в Карабахском экономическом районе Азербайджанской республики. Генерала Андрея Волкова, неплохо так заработавшего как на незаконном вывозе ископаемой руды вдоль с засланным казачком Рубеном Варданеном, так и на ввозе в Карабах грузов под шумок так называемой блокады, сменил генерал-полковник Александр Ленцов. Боевой, говорят генерал. Командовал в различных горячих точках, в Сирии воевал. Но Карабах не Сирия, несмотря на большое желание определенных сил превратить в нее этот райский уголок азербайджанской земли. Да, шумели здесь страсти не дали, как два с половиной года назад, но задачи были выполнены молниеносно, всего за 44 дня. И все встало на свои места. Немного позволив себе отвлечься, расставим точки над одним интересным тезисом, полюбившимся всяким Евсеевым, Милоновым, Затулиным и ежесними, утверждающими, что осенью 2020 года Азербайджан, дескать, провалил блицкрик. Послушайте, гении, в кавычках. Командующий вооруженными силами Азербайджана и его генштаб никогда и не ставили перед собой цель блицкрига. Понимая, насколько сложен рельеф местности, ландшафт, насколько густо нашпигован театр боевых действий противопехотными и противотанковыми минами. Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз отмечал, что армия находилась в заведомо менее выгодных стартовых позициях, и ей приходилось идти наверх, что всегда труднее, чем оборона с высот. Брать вершину этого, ребятки, не сверху обстреливать низины. Поэтому, учитывая весь комплекс сложностей, руководство Азербайджана не ставило перед собой цель блицкрига. Трудно провалить задачу, которую не ставишь перед собой. Однако ход событий оказался непредвиденным. Хребет хваленой армянской армии был сломлен всего за 44 дня, а по сути даже меньше, в первую же неделю. И, учитывая все сложности на земле, о которых мы только что упомянули, не говоря уже о том, что все ведущие державы, в общем-то, не скрывали своих симпатий в отношении Армении, разгром армянской армии и победа в войне в течение каких-то 44 дней – это и есть тот самый неожиданный блицкриг, который, как мы не устанем, повторять никто даже не ставил перед собой в качестве цели. Блицкриг, дорогие вы наши Затулины и Евсеевы, случился как-то сам собой, нежданно-негаданно. И в этом Азербайджану сильно помогла не только его собственная армия и высокая мотивация, и героизм каждого отдельно взятого азербайджанского воина, но и самораспад, трусость и массовое дезертерство в рядах тех самых хваленых, доблестных, в кавычках, вооруженных сил Армении. Как говорится, а король-то оказался голым? Так что победа в течение 44 дней в крайне невыгодных с топографической и ряда других точек зрения условиях – это и есть блицкриг. Причем блицкриг, которого даже не было в планах. Впрочем, вернемся к тому, с чего мы начали. Тем, кто мечтал видеть в Карабахе вторую Сирию, пришлось разочароваться. Азербайджанский народ своей сплоченностью и единством не дал этим мечтателям усесться поудобнее в кресле и кидать в свой рот попкорн. Поэтому прибывшего в наши края генерала-полковника Александра Ленцова ожидает после пылавших в огне берегов Тигра и Евфрата спокойная, размеренная служба в услужливом окружении в относительно спокойном крае. Любой генерал позавидует такому назначению. Отдыхай себе вдали от Бахмутов и Пальмир. Да еще и наследство завидное осталось от прежнего командующего – логистика. Да и сам Карабах уже совсем не тот, что был вчера. Здешнему сепаратизму уверенная постконфликтная политика руководства Азербайджана изредно подрезала крылышки, и дороги назад уже нет. После установки погранично-таможенного контрольно-пропускного пункта на въезде в Лачинский район Азербайджана со стороны Армении фраза «Карабахский конфликт остался в прошлом» приобрел осязаемый смысл даже для самых убежденных скептиков. Временно расположенному здесь российскому контингенту, руководство которым принял генерал Ленцов, останется лишь спокойно дожить свой оставшийся срок, и через два с половиной года, пройдя торжественным маршем по центральной площади Ханкинди под звуки прощания славянки, отправиться домой с чувством выполненной миссии. Лидерам же хунты, которые все еще надеются на чудо и даже вздумали проводить некую конституционную реформу, мы еще раз советуем снять розовые очки и трезво взглянуть на реалии. Азербайджанская администрация вернется в Ханкинди. Это неизбежность. Смена командования РМК – штука техническая, ход истории она не изменит. И возлагать на обычную кадровую ротацию какие-то надежды – себя обманывать. Решения принимаются совсем в других высоких кабинетах. Если кто-то в Ханкинди думает, что вводом в действие тайного армянского оружия в виде любвеобильных местных дамочек и бегающих за сигаретами местных шестерок около мужского пола можно будет поменять ход истории, то этих людей и в этот раз, как, впрочем, и всегда в прошлом, ждет разочарование. И все же позволим себе, так сказать, в дежурном порядке напомнить генералу, что служба его отныне будет проходить не абы где, а на территории суверенного Азербайджана. Этого не следует забывать, проводя встречи сперва с теми, кого президент Азербайджан весьма удачно назвал пиявками и хищенными животными, а затем и с министром обороны Армении Суреном Попекеном. Кстати, «папик» в переводе с армянского означает «дедушка». Не знаем, каким дедушкой в бытность срочной службы в рядах армянской армии был нынешний министр, но ходят разговоры, что он умудрился даже пырнуть ножом своего командира, который сексуально домогался к нему или к ней, и систематически насиловал будущего министра. За это Попекен был судим, приговорен Пятым гарнизонным военным судом к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца, отбывал наказание в условно-исполнительном учреждении Нубарошен, и примерно через год, 23 февраля 2007 года, был освобожден по амнистии. Так что, был ли он в армии папиком или татиком, не нам судить. Но, увы, именно с такими, с позволения сказать, дырявыми военными нам теперь приходится иметь дело. Поэтому еще раз пожелаем генералу Ленцову, помимо размеренной службы на новом месте, также не забывать, где он находится, на территории какого государства. Как говорится, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. И конец приема гостей неумолимо приближается. Бизнес бизнесом, но и на часики поглядывайте.